Мы не знаем, что делали девушки Тюмени в минувшие выходные. Гулять было дождливо и прохладно, а мужчин позвало небо. Тех, для кого первым делом, как пелось в песне «Самолеты», а дамы могут чуть подождать. И пусть эти воздушные суда не перевезут не то, что сотни людей на тысячи километров. Они и кокер-спаниеля на пару сотен метров не переместят. Но азарта это не умаляет. На кордодроме в поселке Московский состоялся этап Кубка мира, Кубка России и открытый чемпионат Тюменской области по авиамодельному спорту. Изготовлены из Бальзы. Это дерево, которое растет в Южной Америке. В стране у нас используется в основном для строительства самолетов и авиамоделей. В Московском культивируют класс F2D, так называемый воздушный бой. Словно запуская змея, пилоты управляют моделью с помощью кордов, натянутых стальных прутиков толщиной в 0,4 мм. Цель серьезная, каждый вылет боевой. Оппонентов жалеть нельзя, а сбивать можно. Модель воздушного боя заключается в том, что в течение четырех минут на времени нужно отрубить ленту соперника. Одному пилоту выдается лента красного цвета, другому синего. Эта жеребьевка определяет и в течение четырех минут на времени как можно больше раз нужно отрубить эту ленту и продержаться в воздухе. Каждая секунда полета это два очка, каждый отруб ленты это сто очков. Заправляют кордовые самолеты специальным топливом в смеси спирта, масел и горючих веществ. Весит они чуть больше 400 грамм, а маленький двигатель в 12 тысяч оборотов может разогнать модель аж до 150 километров в час. Поэтому шлемы на всех пилотах и механиках вовсе не для красоты. Если модель оторвется от кордов, автоматически будет произведена безопасная посадка. Детское увлечение авиамоделями может привести и в настоящую авиацию. Олег Попов с раннего детства ходил в кружки юного конструктора и грезил не о цирковых помостах, а о карьере вертолетного инженера. Его профессиональная судьба так и сложилась, но о своем хобби Попов не забыл. Мало того, он заразил им сначала брата Максима, потом двоих племянников Константина и Илью, а затем и сына Кирилла. Принципы модельного самолетастроения идентичны с настоящими. Законы физики – великий уравнитель. Еще во втором классе пришел на областную станцию иных техников, занимался в кружке начинающих конструкторов, потом был авиамодельный кружок. После окончания школы поступил в Самарский государственный аэрокосмический университет и сейчас работаю в авиакомпании ВТР вертолетные услуги. Вся логика мышления, которую я получил, что занимаюсь в кружке, логика, то есть до сих пор на работе используется. Все та же самая логика. Пилоты и механики после каждого тура несут серьезные потери. Самолеты могут разлетаться в щепки, поэтому серьезный спортсмен приезжает с десятком моделей в загашнике. Сейчас я готовлю модель к новому туру стартов. Она немножко получила деформацию во время предыдущего тура и мне надо ее подготовить, чтобы она была способна в следующем туре производить полеты и качественно иметь аэродемические свойства. Считается, чем меньше разбил, тем лучше. Зависит от соперника, и от сечения обстоятельств, и от самочувствия, и от погодных условий, и от работы механиков. Тут такое бывает, что одну-две, бывает не одно, а бывает, что и шесть разбиваешь, и семь. Сергей Щербаченко оправдывает международный статус соревнований. Проживающие в Белгородской области пилот выступают за Болгарию. Сейчас флагманами мирового авиамоделирования являются россияне, литовцы, латвийцы, испанцы и молдаване. Всегда на гордодроме в Московском выступали и украинские экипажи, но из-за проблем между политиками соседи в Тюмень наведываться прекратили. Но Щербаченко – регулярный гость Сибири. После 20-летнего перерыва небо снова позвало его в полет. Все из детства. Кружок, эмоциональный кружок, дом пионеров, начиная с 4-го класса, потом был перерыв определенный, где-то с 23 до 40, наверное, 3-4 лет. Ну, это связано было с семейными проблемами, с становлением бизнеса, со служебными карьерами. Ну, а потом появилась финансовая возможность, появилось время дополнительное, дети подросли. И как бы опять все это началось. Душа заболела, руки запросили ручку взять и дальше пускать самолеты. Небо зовет. Как и всякий сложный конструкторский спорт, авиамоделирование – дело затратное, как по времени, так и по финансам. На сезон требуются 4 двигателя, 50-60 моделей и сложных деталей. Лишь техническое обслуживание хорошего экипажа в сезон обходится почти в 70 тысяч рублей, не считая поездок на соревнования. Но энтузиазму храбрых поем мы песню. В Тюмени выступили 46 экипажей из разных уголков России, потому что здесь разыгрывались путевки на чемпионат Европы во Францию. Это все интересно. У нас в Московском занимается много детей, в Тюмени занимается много детей. Это захватывает, потому что здесь не только зависит от техники, но и от своих личных качеств, которые проявляются этой скоростью реакции, быстротам и штрения. Субтитры создавал DimaTorzok